Недавно парламент Азербайджана принял поправки в налоговый кодекс страны, предусматривающий серьезные изменения в налоговой системе. О том, какие новшества ожидают налогоплательщиков в 2019 году, мы поговорим с гостем нашей студии, советником министра налогов, гендиректором департамента по обслуживанию налогоплательщиков Ильчином Мамедовым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Итак, с 2019 года в силу вступит около 240 изменений и поправок в налоговое законодательство Азербайджана. С чем связаны такие масштабные изменения и какие ожидания от их применения? Спасибо, но если позволите, начну немного издалека. Вы знаете, что у налогов есть несколько функций, в среде них особо выделяется фискальная, суть которой формирование бюджета и регулирующие, которые призваны обеспечить ход экономических процессов. Вот из более чем 200 изменений в налоговое законодательство, некоторые из них относятся к обеим категориям. Это связано с тем, что бюджетное наполнение актуально для всех стран и в любое время, а регулирующая функция тоже очень важна для страны, которые хотят развивать свою экономику. У вас возник вопрос, почему так много изменений, но для этого тоже есть логическое объяснение. Знаете, в 2018 году, в последний год, была проведена масштабная аналитическая работа налогового законодательства и налогового администрирования. Были выявлены недостатки, были предприняты меры, как это изменится. С одной стороны, а с другой стороны, мы делаем все, чтобы расширять экономическую сферу деятельности налогоплательщиков и тем самым увеличивать налоговлагаемую базу. Если посмотреть, каким целям приведут эти изменения, то можно их обобщить в пять основных групп. Это снижение теневой экономики, это увеличение налогоблагаемой базы, это улучшение арминистрирования, повышение экономической эффективности от предоставляемых льгот и расширение прав налогоплательщиков и поощрение предпринимательской деятельности. Какие изменения в налоговый кодекс внесены с целью стимулирования развития частного сектора, а также малого и среднего предпринимательства? Предусматриваются ли какие-либо льготы в этом направлении? Да, конечно, очень много льгот предусматривается для микро-малого и среднего бизнеса. Задача в том, что государство дает налогоплательщикам в этой сфере льготы, на самом деле, тем, чтобы поддержать их, дать возможность для их развития, создают максимальные условия для того, чтобы микро-малый бизнес, малый бизнес, средний бизнес чувствовал себя довольно комфортно. Это большой спектр льгот, хотелось бы отметить некоторые из них, вы знаете, что есть классные компании, которые являются локомотивом, объединяют вокруг себя другие мелкие компании и являются производителем конечной продукции. Для них в налоговом кодексе будет предусмотрена льгота, которая освобождает от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и налога на землю в течение 7 лет. А для тех компаний, которые будут являться участниками этой классной цепочки, для них на тот же период освобождается уплата для физических лиц подоходного, для юридических лиц налога на прибыль. В том случае, если они получены прибыль, направляют на вновь развитие, то есть инвестируют в свою же деятельность. Помимо этого, вы знаете, что в мире очень широкое сейчас развитие приобретает инновационный бизнес, стартапы. Но вот в Азербайджане государство тоже дает им возможность на 3 года освободиться от всех налогов, которые я перечислил выше. А для тех, кто, вот тех же кластеров, если вернуться еще раз к ним, если они ввозят основные средства из-за границы, то им дается возможность не уплачивать налог на добавленную стоимость. То есть очень серьезные льготы для того, чтобы развить этот сегмент. В стране ведется активная работа по легализации трудовых отношений между работником и работодателем, в том числе и снижение доли теневой экономики, как вы уже сказали. Какие меры со стороны налоговых органов будут предприняты? Да, конечно, в этой области тоже мы предложили налогоплательщикам ряд льгот, чтобы они сами вышли, так скажем, из тени. Вы знаете, долгое время практиковалась такая ситуация, когда налогоплательщики нарушали права своих работников, не оформляли их у себя, тем самым грубо нарушая их неправа. На будущий год в налоговом кодексе будет такая резонансная, я бы сказал, льгота, когда любой работник, ни государственной, ни в стильном секторе, получающий до 8 тысяч монат, включая 8 тысяч, не будет облагаться подоходным налогом вообще. И тем самым мы резко снижаем налоговую нагрузку на допододателя, и тем самым даем ему возможность не нарушать прав своих работников и их оформлять. То есть мы считаем, что это очень большой стимул, и мы надеемся, что к этому прислушаются. А если кто не прислушается для этого, конечно же, мы не хотим, чтобы был такой исход. Мы ожидаем, что бизнесмен оценит государственную политику и сделает встречный шаг. Но если кто-то будет упостывать в своем нежелании оформлять своих работников, что же мы готовы к этому сценарию, для этого уже предусмотрены очень большие штрафы. Первый раз это 2 тысячи монат, второй раз 4 тысячи монат, а третий будет даже 6 тысяч монат. Одним из важных новшеств является изменение механизма применения упрощенного налога. Не могли бы вы рассказать подробности о новых правилах касательно этого вида налогов? Упрощенная система налогобложения, когда она вводилась, она нацелена была на стимулирование развития малого бизнеса, среднего бизнеса. Вы знаете, со временем это и привело к ожидаемым результатам, но, к сожалению, в связи с налогоплательщиками оказались и такие недобросовестные, которые начали злоупотреблять этим положением и вообще разрушать политику ведения учета, что в конечном итоге влияло и на всю экономику. Поэтому принято ряд мер. В первую очередь это стимулирующая мера заключается в том, что в два раза снижается налог для участников упрощенной системы налогобложения. Знаете, что раньше было в регионах 2%, а в ГОДЗБАКУ 4%, сейчас везде по стране будет 2%. Но, с другой стороны, сужается сфера, которая подпадает под упрощенную систему налогобложения. Значит, упрощенные системы не могут уже платить те виды деятельности, которые являются литензионными за исключением строительства. Потом из этой системы будут исключены те, кто продает золото, бриллианты, те, кто продает маркерованные товары и так далее. Спасибо вам большое. А я напоминаю, об ожидаемых изменениях в налоговое законодательство мы говорили с советником министра налогов, гендиректором департамента по обслуживанию налогоплательщиков Ильчином Мамедовым.